Друзья мои, привет! 19 число. С вами Фавионыч. Сегодня у нас бело-черная фотография, бело-красная, бело-черная фотография. Сегодня стрит. Посмотрим, что получится. Если что, подписывайтесь. Я думаю, все будет хорошо. Ну, друзья, Pixelur. Какое название. Сейчас посмотрим, что у нас там. О, все, уже, уже все пошло. Я, кстати, снимал вот эту конструкцию. Да, придется нам переждать немножко. Что-то мне неохота мокнуть совершенно. Наверное, я чуть-чуть подожду утро 10-го. Второй борт прошел прямо передо мной, собственно говоря, в течение 5 минут. листом, но это на большой высоте уже. Отличный день. Ну, не удалось мне ни у вас вчера увидеть. Все было заболонено химтрейлами. Сегодня, видите, как они прошлись хорошо с утра. Прям при мне все сделали. Ну, смотрим. Смотрим в приборы. Утро с Макдональдс начинается. Нередко. Нечасто. Нечасто. Друзья, Фавионыч, привет. Я из Pixelur. Один из лучших салонов в городе по аксессуарам. И здесь сегодня привоз. Я сегодня забежал, когда с вовремя искал скобу себе для штатива. Ну, вы помните, мы выбирались, когда я показывал вам скобы такие специальные для того, чтобы крепить можно было к триподу всю эту конструкцию. Сейчас я покажу, как это делается. Вот, друзья, показываю вам какая штука волшебная совершенно. И причем их видов сейчас, я знаю, штук, наверное, 15. Вот таким вот образом крепится. И сюда большая резьба, маленькая резьба. Вы можете закрепить микрофон, можете закрепить камеру, можете запретить закрепить свет. Очень удобная штуковина. Они есть и пластиковые варианты, есть металлические. Их очень много видов. Причем, если вы будете крепить их, то способов крепежа очень много. Покажу вам, какой выбор этих аксессуаров. Вы даже не представляете, потому что я нигде в городе такого не видел. Посмотрите, есть вот такие металлические. Часть как бы сейчас убрали, когда мне тут выбирали. Ну, я так думаю, что вот этих зажимов только штук 10-15 было. Плюс я уже показывал, что здесь есть зажимы для скобы вот такого плана, быстрые. Есть просто скобы вот такого плана. То есть гигантское количество всяких переходников. То есть все, что вы можете себе представить, как это можно перенести, даже вот такую штуковину, которую я искал, просто переходник. Или переходник на башмак, например, горячий. Просто установите на камеру. Вот такие переходники, видите, для слайдеров там всякие зажимы, обычные триподы. То есть, ну, могу сказать, что вот я, честно говоря, обалдел. Потому что было раньше все совершенно по-другому. Теперь здесь выбор просто сумасшедший. Площадки, в том числе для панорамной съемки, шаровой головки разной категории. Причем вы можете купить даже головку там за 500 рублей. Вот видите, 500 рублей, как бы в наше время это вообще совершенно не деньги. Ну и плюс выбор сумок, чехлов. Я смотрел уже рюкзаки, показывал вам многократно вот то, что мне понравилось. Вот этот рюкзак вот со фрота, видите, с жесткой, с жесткой, с жесткой спинкой, которая не позволяет как бы позволяет дышать. Соответственно, сейчас очень жарко. Это очень актуально. Рекомендую этот рюкзак. В Питере только в этом месте больше нигде его нет. Я его не видел нигде. Ну и соответственно, классические сумки, которые из ткани, да, то есть легкие сумки, которые дышат. Ну и соответственно, техника в них не потеет. Ничего с ней плохого не происходит. Вот тоже со фрота я смотрел вот эти вещи. Мне очень понравились. Сделано практически идентично американцам. Все практически в таком стиле. Возвращаю вас к эфиру. Ну вот смотрите, вот это очень легкий пластик, причем полимер такой, внутри резьба металлическая. То есть сделана вставка. Вот такая штуковина мне понравилась. Чем? Здесь вот эти штуки, они шарнирные. То есть вы можете двигать их. Сейчас не очень хорошо видно. Сейчас закреплю, покажу. Кто боится своими карбонными штативами, да, то есть вот для них, наверное, вот такая штуковина. Здесь вот эти сами дужки, видите, они сделаны из пластика и они поворотные. То есть они подстраиваются под вашу ширину. Это вот для любителей карбоновых штативов. Маленькие штативы, смотрю. Так, это... А, ну это совсем легкое все. Кстати, кто маленький штатив любит с собой брать, он даже за 130 рублей купит такую штуковину, как советский похож. Да. Ну вот эта конструкция, кстати, кто снимает, начинает. Вот это, кстати, классно. Я такие видел. Складывается он из такого пластика, очень похоже на баллистический. Ну и сверху вот эта площадка. Все готовая штука. Можно сложить, можно брать с собой, куда хочешь. Ну, кстати, вещь Fujimi делает очень жесткая конструкция. Что мне понравилось, что вот в таком положении практически ничего не разбегается. Но при этом этот штатив, он гнется. Смотрите, как сделано. И по весу, мне даже показалось, что он с башкой, он легче, чем горелопот. Головка, кстати, хорошая. Да, вот это мне понравилось. В общем, оказался сюрприз. Здесь еще в комплекте идет уже переходник для телефона. Причем он сделан из такого очень плотного, похожего на баллистический пластик. То, что вот я отдельно покупал. Он подкруженен. Никаких не торчащих гаек, не листящих штук вообще. То есть, в принципе, готовый комплект для блогера. Вообще ничего придумывать не нужно. И второй комплект. Второй какой-то штука еще есть, да? Сейчас. А, переходник для GoPro. Кто снимает? Кто любит GoPro? Кто еще не разочаровался в GoPro? Еще один штатив не показали. Я назвал бы это быстро раскладывающийся штатив. И ничего думать не нужно. Что здесь интересно? Здесь узкая вот эта основание головки, да? И головка, не головка даже, а такой штырь на шарике, да? Поэтому быстрее настроить можно, во-первых. Ну, плюс тоже в комплекте идет уже штучка для телефона. Переходник для GoPro. И что у меня еще? Вот в основном преимущество, конечно, разложилось все. Остальное все то же самое. Гнется точно так же обратно. Ну и, соответственно, фиксируется все вот таким одним крупным болтом. Я думаю, что это девушки оценят, у кого маникюр. Здесь точно удобней. Я думаю, что так, потому что, ну вот, вот, вот я беру даже, у меня нет маникюра. Ну, вот это, вот эта штука легче, наверное, затягивать. И он дешевле, кстати. Он сказал 1100, да? Да. 1100. Сегодня все звезды сошлись. Чуть-чуть не подготовились. Да нет, слушайте, это рабочий процесс, я называю. На самом деле, самое сложное было найти, где искать, потому что важно где. Ну, теперь вы знаете, что это Пиксалур. Я думаю, что по аксессуарам это номер один в Питере. И настоятельно рекомендую. Метро Пионерская, ну, дальше пешочком здесь прогуляйтесь. Ну, в общем, вы поняли тема сегодняшняя. Сегодня у нас бело-черная или white and black фотография стрит. Сейчас движуха началась. Дождь пошел, поэтому мы сейчас, наверное, немножко с вами переждем, потом попробуем снять что-то интересное. Заодно проверим еще раз микрофон. Ну, спасибо Пиксалу. Сегодня отличный аксессуар у меня появился, который я искал. Причем я и выбрал из нескольких, как минимум, десяти штук. И настоятельно рекомендую вам, кстати, зайти в этот салон, потому что много чего найдете интересного для фотографов и не только. Продолжение следует...